Всем привет! Сегодня утро начинается не с кофе, потому что воды осталось на пару глотков, поэтому иду продолжать делать колодец. Вот такими движениями я вымыл часть песка и усадил ведро немного с запасом на случай, если вода поднимется, чтобы не затекала вода напрямую сверху в колодец. Немного угля всплыло во время трамбования, но когда уровень воды сравняется в ведре, я вычерпываю чашкой. Чем больше буду вычерпывать, тем я думаю лучше будет фильтроваться и вода станет все чище. А пока она конечно черная как уголь. Теперь нужно немного подождать, пока я заброшу удочки. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня утром проснувшись я вылез из палатки и услышал какой-то шум. Немного присмотревшись заметил, что прямо в упор на меня смотрит косуля и определяет представляю ли для нее какую-то опасность. Но как только я зашевелился, чтобы взять фотоаппарат, она снова с криками убежала. Я так понимаю, чтобы снять какой-то интересный кадр, фотоаппарат нужно привязать к себе и не отпускать. Пойду перезаброшу еще одну удочку, которая с бойлом. Я ее не выматывал, стояла всю ночь. Поклевки так и не было. Заодно посмотрю, что тут с колодцем. Все еще мутно. Вот здесь сразу за камышами будет уже приличная глубина, такая же как и посередине канальчика. Берег тут обрывистый. Вот такой вот дальний заброс получается у меня. Теперь нужно как-то зафиксировать удилище. Водилище. Бобер выстрогал для меня рогатчик. Вода прибывает медленно, поэтому должна фильтроваться хорошо, но пока еще мутная. Чем чаще я буду выбирать воду, тем она станет прозрачнее. Остатки угля и всякий мусор я вычерпываю кружкой. Видно как поступает свежая вода. И в итоге останется чистый песок и будет прозрачная водичка. Ее конечно в любом случае придется кипятить и скорее всего будет речной привкус. Жара сегодня очень приличная. Не знаю сколько градусов, но прямо пекло такое. Аж боюсь сгореть на солнце. Я в принципе сгораю крайне редко. Буквально два-три раза за всю жизнь сгорал. Кожа так приспособлена к солнцу. Но сегодня боюсь чтоб с непривычки все-таки не покраснеть как рак. Целый день сегодня бегаю с кружкой вычерпываю воду из колодца. Все так она еще мутноватая до сих пор. Пить уже хочется, уже давно не пил воды. Попробую соорудить какой-нибудь дополнительный фильтр и приготовить хотя бы чаю. Зверь опять прибежал. Я его подкармливаю мастыркой. Сегодня прямо среди дня в районе обеда подходила снова косуля. Причем настолько близко к палатке. В метрах наверное в 15 может быть в 20 пытался ее сфотографировать. Сделал несколько кадров. Не знаю насколько получились они хорошо. Но по-моему с резкостью там не очень. И боялся ее испугнуть. Прямо из палатки фотографировал. Так голову высунул и фотоаппарат. Но все таки она меня заметила и быстро убежала. Но думаю скоро я все таки добуду если не речной трофей в виде крупного сазана. Хотя бы хорошую фотографию косули. Начинаю фото охоту. Прошло еще полчаса. Я снова направляюсь к колодцу чтобы выбрать воду. Чтобы наполнилась свежая. Моя вода питьевая полностью закончилась. Уже хочется пить. Но вода пока не осветляется. Но очень медленно во всяком случае. Хотя ну прошло то всего полдня. Я думаю что должно пройти хотя бы сутки наверное. Но надеюсь попью чайку. Хотя бы через пару часов. Думаю если перекипятить эту воду то ничего страшного со мной не произойдет. Посмотрим как на этот раз. Все равно желтая какая то. Не пойму. В реке кажется чище. Может быть это какой то цвет от ведра идет. Как в кружке. А нет в кружке тоже желтоватая. Из реки намного чище. Буду продолжать вычерпывать. Надеюсь что то поменяется. А чай приготовлю просто из реки. Песок стал намного чище. Мусора на дне стало намного меньше. Но вода пока имеет какой то желтоватый оттенок. Буду продолжать отчерпывать. Ну а чай заварю прямо из речки. Прямо из речки вода выглядит почище. Я все равно сейчас попробую соорудить какой нибудь дополнительный фильтр. И заварю чай. Следы цивилизации сейчас можно встретить на каждом шагу. К сожалению это место тоже не исключение. В реке я выловил такую пластиковую бутылку. Ножом обрезал донышко. А в пробке тоже ножом проделал отверстие. И сейчас сделаю дополнительный фильтр. Чтобы можно было отфильтровать речную воду от взвесей и всяких микроорганизмов. В качестве фильтрующего элемента будет вот такой ватный диск. В последнее время часто беру их с собой в походы. Хорошо очищают воду. Часто выручают. Теперь ватный диск попытаюсь закрутить. Если вода сильно мутная, сильно загрязненная. То можно взять несколько этих фильтров. И прямо в горлышко плотно их вставить. Будет фильтровать намного лучше. Будет медленно капать. Но зато в итоге получится прозрачная чистая вода. Естественно она не защитит от каких-то химических заражений. Бактериальных. Поэтому нужно хорошенько прокипятить. Кружки воды мне хватит чтобы попить чаю. Отверстие неудачно пробил в крышке. Поэтому как-то вот так косо течет. Минут двадцать прокипятил воду. И заварил чай с листьями смородины и вишни. Сегодня стараюсь поменьше выходить на солнце. Потому что вода закончилась. Сейчас пойду наберу кастрюльку воды. Профильтрую ее и перекипячу. Пусть остынет. Мне хватит воды до завтра. А завтра уже буду пробовать из колодца. Все на месте. Снова не клевало. Простояло целый день с утра. Пару раз перебрасывал. Но безрезультатно. Четвертый день подходит к завершению. Сегодня в основном занимался колодцем. Постоянно ходил вычерпывать воду кружкой. Чтобы она постоянно обновлялась и очищалась. Но пока результат меня не устраивает. Я накипятил воды из речки. Она получилась чище чем в этом колодце. Посмотрим что будет завтра с утра. Может быть за ночь что-то поменяется. С рыбалкой тоже ничего нового. Все так же хорошо клюет красноперка. Еще начала попадаться густера, карась. В карася довольно много стало попадаться. Ну а крупной рыбы пока как не было так и нет. Меня уже начинают терзать смутные сомнения. Есть ли она здесь вообще. Должна быть по любому. Потому что речушка впадает в более крупную реку. И оттуда должны заходить на нерест сазаны. И вся остальная рыба. Есть такая мысль что вода еще недостаточно прогрелась. Чтобы рыба заходила на нерест. Она действительно холодная сегодня. Заходил в воду обмыться. Очень прохладно конечно. Ну наверное градусов не знаю. Не могу так наглаз сказать. Градусов 12. Если не того меньше. Соловьи начинают вечерние трели. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спокойной ночи, до встречи завтра утром... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...